Каин познал свою жену, и она забеременела. Ну, нормально все, отлично, понятно, какую жена, откуда у нее жена. Мы до этого читали, что, значит, Адам познал свою жену Еву, и она забеременела. Мы знаем, откуда она взялась. Она родила сына Каина, а потом еще родила Авеля, брата Каина, а потом Каин убил Авеля, и вдруг Каин женился. А людей-то на свете в данный момент всего трое. Адам, Ева и Каин. Откуда он взял женщину? Здесь куча всего. Есть такие высказывания, такие гипотезы, что это была не совсем человеческая женщина, что это был какой-то там дух, лилит, там какая-то особая такая вот сущность. Или что Адам и Ева родили какое-то количество женщин, ну, девочек, выросших, и Каин женился на своей сестре. Просто они в тексте не упомянуты, потому что они как бы не самостоятельны. В патриархальном обществе женщина, она приложение сначала к отцу или брату, потом к мужу, может быть, даже к своим выросшим сыновьям. И поэтому не надо понимать так, что Адам и Ева родили только Каина и Авеля, но и потом еще Сифа, а что они родили, может быть, некоторое количество еще и девочек, и вот Адам и Каин, простите, на одной из них женился. Но что интересно, текст об этом говорит так, как будто нет никакой проблемы в том, что Каин женился. Более того, стихом выше. Каин ушел от Господа и прочий, поселился в стране, но к востоку от Эдема. Ну, вот, конечно, здесь дано название страны, не сказано, что есть какой-то большой народ, который там живет, но согласитесь, если это страна, в которой никогда не было ни одного человека, у нее не будет названия. Ну, просто Антарктиду вот открыли, как называлась Антарктида, люди ее назвали Антарктидой, и у нас есть это, не раз встречается, что построил город, назвал его так-то. Что-то новое появляется в человеческом сознании, в человеческом опыте, ему дается имя, а здесь имя существует. То есть, такое ощущение, что когда вот это писалось, то Адам и Ева были только некоторыми из людей, живущими на свете. Вот, а еще были другие, Каин переселился в другое место, нашел себе там жену, ну и все нормально дальше пошло. Удивительно. Ну, есть и такая теория, что Адам и Ева – это как бы та пара, от которой пошло человечество, да? И вполне возможно, что рядом были какие-то другие существа, а может быть, они были не вполне человеческими. Вот если это пытаться совместить с теорией эволюции, то буквальное понимание библейского текста, то получается, что там рядом жили какие-то гоминиды, которые еще не до конца очеловечились, и вот Каин взял в жены вот такую самку гоминидов, они вполне могли между собой скрещиваться и родили какого-то ребенка, и поэтому и род Каина, он такой вот, не только из-за преступления Каина, но вот из-за этой женитьбы. А хорошо. А еще у нас есть Шет или Сиф, третий сын. И в той же главе 26 стихе мы считаем, уж это был сын, которого назвал и нож. И он женился на ком-то. Ну, не портеногенезом же он размножался. Ох, загадочные женитьбы, что с ними делать? Вы знаете, я не знаю. Мне кажется, что в любом случае, когда мы рассматриваем эти истории из книги «Бытия», истории раннего человечества, нам приходится признать, что мы не видим здесь абсолютно полной картины. Вот сегодня мы живем в мире, где очень ценится полнота картины, любое, будь то журналистское расследование, будь то научный анализ каких-то вещей, стремиться к тому, чтобы рассказать все, что мы знаем на эту тему. А здесь рассказывается только самое главное. О чем нужно знать? Вот Каин убил Авеля. В какой момент это произошло? А вот они поклонялись Господу, причем по-разному. И дар Авеля был принят, а дар Каина нет. И первое убийство было по причинам религиозной вражды. Надо же! А вот оказывается, то, что он убийца, это некоторое пятно на не просто его жизни, но на его потомстве. А кто там еще был? Рожали ли Адам и Ева других дочерей? Или были рядом какие-то другие люди, от которых могло произойти дальше человечество, но просто они не упомянуты по каким-то причинам? Я не знаю. Вот ограничено наше знание об этих вещах. И мне кажется, просто нам остается сказать одно. Этот текст, первая глава книги «Бытие», говорит что-то самое-самое главное о человечестве, излагает какие-то очень важные предания, которые сохранялись из поколения в поколение, потому что они явно возникли раньше, чем этот текст был записан. Ну и потом вот нам дошло то, что до нас дошло то, что до нас дошло. Интересно, что составитель книги «Бытие» не смущался этими вопросами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...